Приветствую вас, Аделина. Вы знаете, я думаю, что то, что вы переживаете сейчас, это в какой-то степени нормально, в какой-то степени это естественно, к сожалению, потому что вы переживаете первые свои отношения, первые у вас мужчины, и, понимаете, ну, надо сказать, что мужчина в 19 лет, это не то же самое, что девушка в 19 лет, да, парень в 19 лет, точнее, это не то же самое, что девушка в 19 лет. Мужчина, к сожалению, обладает куда меньше зрелостью в этом возрасте, в 18-19 лет, и то, что он говорит, вероятно, он в это верит, но вот трудности, которые могут быть на пути реализации этого человека, скорее всего, осознает не... не совсем. Ну, и вряд ли, честно говоря, он может осознавать, потому что, как бы, извините, гормоны, извините, секс и так далее, все это куда более важно для... ну, для человека, чем все остальное. Вот. И на мой взгляд, что это нужно понимать, потому что это все-таки такая история куда более важная, чем то, что говорит человек. То есть вам... вам нужно... вам нужно отдавать себе отсчет в том, что мужчина может испытывать к вам серьезные чувства, достаточно серьезные чувства, но при этом может... только сейчас, например, осознавать, насколько все непросто вот в плане выстраивания серьезных отношений. Вот. То, что вы демонстрируете сейчас, это, к сожалению, взросление. Это с вашей стороны какое-то такое вот понимание того, что в жизни все бывает гладко, понимание того, что понимание того, что полагаться, ну, не на себя, не на другого человека, а на себя. Вот. Что важно, куда вы стремитесь, чего вы хотите, а не то, что делает, вот, собственно, человек, да. Не то, чтобы не зависеть от мужчины, чтобы не зависеть от него, от его, там, скажем, ну, модели, да, победения, от его настроения, от его желания и так далее. То, что вы, по сути, свою жизнь сейчас полностью связываете с ним. Это нормально, это просто называется страсть, но эта влюбленность не совсем это привязано к реальной жизни. То есть, то есть, нет, вы, конечно, можете, вы можете, вы можете любить человека, вы можете быть в него влюбленным, вы можете сделать все, что вам хочется, но идея в том, чтобы при этом, при том, что вот, ну, при том, что вы вот так себя ощущаете, что вы еще и двигались по какому-то своему собственному пути, чтобы вы не связывали все только лишь с человеком, чтобы вы воспринимали его как партнера, но не как того, в ком вы нуждаетесь крайне-крайне-крайне сильно. А именно это происходит, поскольку вы плачете на взрыв, на взрыв. То есть, достаточно нестабильно рисковать ваши отношения, к сожалению. Вот. Ну, может быть, это нормальная ситуация с учетом того, что вам по 19 лет, но как бы это все равно, это все равно показатель того, что вы не совсем, ну, не совсем зрелых находитесь в отношениях, к сожалению. Также это показатель того, что вы вы нуждаетесь в мужчине слишком сильно, вот, и что вам, значит, вот какие-то желания вы связаны с ним. Вот. Важно понять, какие желания, важно понять, с чем связан такой ориентир на человека, такая потребность в любви его и в том, чтобы быть в отношениях, и дальше уже исходить из этого. Как вас задевает, что он не хочет с вами быть тоже? Знаете? Вот. Вероятно, вам, вы действительно переживаете сейчас в любом месте, это нормально, но вам надо помощь, чтобы с минимальными батерями для себя это пережить. Вот. Минимальные проблемы на случай, если отношения у вас не получится. Вот. Ну, что меня смущает, вот, что меня смущает, да, честно скажу, да, это то, что вы ориентируетесь на семью, потому что вам нужна семья, и много вы говорите про, ну, про, именно про семью. А вот, это очень смущает. Вот. 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 То, что я могу вам сказать. Вот. То есть, вы не знаете, как будто вот в защите, а вы также пишите, что, вот, вот, значит, так, иногда, когда они каждый день виделись, я уже спешитил этот, вот, почему-то выход, вам почему-то нужно с ним обязательно с ним видеться обязательно, вот, там, каждый день, вот. И, на мой, ну, на мой взгляд, это тоже, в некоторой степени трудность, в некоторой степени, такая вот, вот, проблема, потому что, ну, почему вы нуждаетесь, вот, в том, чтобы, ну, чтобы видеться с ним каждый, да. То есть, ну, ревниваете вы, или, там, боитесь чего-то, или что. То есть, это вот тут тоже нужно рассматривать. Ага, дальше, значит, так. Вы пытаетесь его понять, вместо того, чтобы разобраться в себе, там, тоже. Очень, очень важный момент, почему вы пытаетесь понять его, а не разбираться, не разбираться в себе. Вот, разобраться в себе и, соответственно, иметь после этого более, более широкие возможности, для выстраивания отношений, это, куда более, ну, куда более, такая вот, позитивная история, нежели, нежели, чем то, что вы делаете сейчас. Вот. Поэтому, на мой взгляд, тут вы точно действуете во время не только себе, но и вашим отношениям. Следующая важная история, она заключается в том, что у вас есть какие-то требования к человеку, да. Если мы говорим про требования, то, наверное, можно говорить, ну, нельзя говорить о любви, да, по крайней мере. Вот о любви в таком прямом смысле этого слова нельзя говорить о любви. Можно говорить, там, о влюблённости, да, можно говорить о стрессе. Вот. Стресс – это собственничество. То есть, это вот такое желание, ну, желание, чтобы человек принадлежал только мне, например. То, вот, с чего вы хотите. Не знаю, ну, лучший расклад, но, как бы, в вашем возрасте это вполне естественно и нормально. Главное, чтобы вы все-таки это старались, как-то вот, ну, контролировать, да, чтобы вы старались даже не контролировать, это не совсем правильно. Но, что бы вы старались, например, направлять энергию, которая у вас есть, например, вот то, что вы хотите, допустим, ну, чтобы человек вам принадлежал, да, к примеру. А вот, соответственно, с чем это связано, с чем назоветесь вы, допустим. Ну и, соответственно, уже, кстати, из этого можно будет куда-то вас направлять, может быть вы сами сможете себя направить куда-то. Главное, чтобы вы, девушки, делали шаги в этом направлении. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи! Продолжение следует...